И снова здравствуйте, дорогие наши зрители, подписчики наших каналов. Сегодня у нас тема, как сделать приятный массаж для своих любимых в домашних условиях. Это именно то, что вы можете спокойно проделывать для своих супругов, бабушек, дедушек, детей, или дети могут взрослым это проделывать. Упражнения достаточно простые, так что вы можете, смотря этот видеоролик, прямо сейчас брать и повторять, следуя за нами. Меня, как вы знаете, зовут Олег Лабудвин, я тренер номер один на русскоязычном пространстве интернета. А сегодня мне будет ассистировать Светлана. В данный момент она пожаловалась, ну, поприветствуй, можешь тоже говорить, если хочешь. Она пожаловалась на боли в шее, да? Мы немножко пропальпировали, вот эти вот участки, и обнаружили, что действительно вот тут есть достаточно жесткие мышцы, то есть они закрепещены, и есть такой мышечный тяж, тянущийся вот сюда. Возможно, сейчас посмотрим, может быть, и дальше под лопатку. Это может влиять на головокружение или просто головные боли, метеозависимость от этого может быть. Так говори, есть что-нибудь из этого? Все есть. Все есть, да? На сонливость или отсутствие сна может влиять. Это может влиять на работоспособность. Меня в основном боли в шее беспокоят. Сами по себе боли. Просто боли, да? Да. Вот. Но, тем не менее, снимая их, мы снимаем, удивительно, это удивительно, прям ваши руки становятся волшебниками. Вы можете снять все проблемы в черепной коробке. Дело в том, что любая мышца, она заканчивается сухожилиями. Сухожилия вот здесь вот крепятся к основанию черепа. Социевидные отростки тут называются, такие вот мышечные. А они переходят в сухожильный шлем, который накрывает полностью нашу черепную коробку, да? И от этого шлема, вот он чуть-чуть напряжение свое меняет, да, у нас сразу возникают какие-то проблемы в голове. Потому что меняется черепное, внутричерепное давление, ну и так далее. То есть, это сказывается вообще на всем. Поэтому самое важное, это массаж шеи, который мы сейчас и покажем, да? Еще раз нагибай голову. Вот мы и смотрим эти мышцы, да, которые напряжены. И пока первый наш прием, который вы можете сразу повторять, это растирание. Растирание по окружности шеи. То есть, мы делаем ручки вот так вот, вместе, да, вы видите? Чтобы они ходили относительно друг друга в противофазе. И достаточно быстро, энергично растираем не только шею, а и все выпуклые участки, вот переходящие в плечи. Трапециевидные мышцы вот эти вот. Растираем, разогреваем. Сразу можете увидеть, что идет определенное покраснение кожи, да? То есть, это хорошо, значит, реагирует наше тело. Труфика ткани отличная. Кровообращение хорошее. Трубер кожи тоже в норме. Как говорил Гагарин, полет первые пять минут идет нормально. Следующий прием я вот уже делаю, видите? Я его делаю большими пальцами, круговые, вот такие вот движения. Проходясь снизу вверх, на шее можно, в принципе, это делается и сверху вниз. То есть, вдоль позвоночника, не касаясь середины позвонков, да? Это вот у нас пастистые отростки выпирают, а именно по параллельным мышцам, которые идут вдоль позвоночника. Можно пройтись несколько раз до верха. Там, где как раз крепится череп, да? Может проделать чуть сильнее. Вот такими надавливающими движениями. Это уже, так называемая, техника шиатсу, когда вы любым пальцем, да, мякотью кончика пальца начинаете продавливать и как бы так чуть-чуть ввинчиваетесь в тело человека и вы ввинчивались оттуда. Ввинчиваетесь и вы ввинчиваетесь. В некоторых местах это бывает достаточно приятно, даже несмотря, что дает, что там что-то болело. Вот, например, между лопаток я точно так же прохожусь. Могу заменить этот прием шиатсу на большие вращательные движения. А какова наша цель конечная? Что мы хотим достигнуть этим массажем? Наша цель привести мышцы в комфортное состояние. Дело в том, что 90% проблем у человека происходит из-за определенных зажатостей. Это либо с одной стороны мышцы больше напряжены, с другой менее расслаблены. Соответственно, наш скелет, наш позвоночник как-то перекашивается. Бывает, кривошея вот так вот, на бок, в итоге, вот эти мышцы стягивают, да? Или назад, слишком прямая осанка, либо слишком сутуристый, например, человек, да? Во-вторых, это есть такое между мышцами и сухожилиями. Любая мышца, как я говорил, уже заканчивается сухожилием, да? Они впадают в антагонистические отношения друг к другу. Антагонистами становятся. Это что значит? Значит, они сопротивляются. Если мышца перенапряжена, да, то боль идет в сухожилие. Если сухожилие перенапряжено, то мышцы растягиваются, и боль идет в ней. То есть мы таким образом еще устраняем местные боли. Но в любом случае, расслабление мышц, оно всегда будет полезно. Дело в том, что не каждый человек умеет расслабиться полностью. Вот я вам скажу, что это даже можно назвать искусством большим, потому что, ну, не умеют люди расслабляться своего опыта. Из-за практики скажу. Так, повторяйте за мной. Следующий, видите, я уже перешел на другие приемы. Просто я сейчас, в данный момент, не использую масло. Это может делать через свитер. Это может делать через водолоску, когда у вас воротничок достаточно высоко, да? Тогда у вас получается за счет одежды такой скользящий эффект. Вы можете добавлять, например, всю руку для растирания. Только аккуратно, если погулая кожа, видите, да? Чтобы кожа не цеплялась. А то будет щипать. Ищипет нормально? Нет, нормально. Нормально, да? Растирание вот таким способом. То есть, делайте пилочку такую, двух ладоней. Таким образом, вы можете залезть в какое-нибудь более тонкое место, да? Вот, например, где стыкуются мышцы с плечом, с ключицей, да? И вот там, непосредственно, вот в местечке так быстренько-быстренько растереть. Растереть вдоль спины. Тепло, да? Тепло, да? Хорошо. Вот, здесь это очень приятно. Так, а что вы сидите, смотрите, не повторяете? Быстренько берите своего партнера, домочаться любого и повторяйте за нами. Это очень приятно, я вам говорю. Следующий прием – разминание. То есть, во-первых, когда мы делали… Сейчас немножко так. Натяну бы, это бретелик называется, или как? Вот это тоже, да? На самой мышце, на середине мышцы, да? Чтобы рука лучше скользила, и смотрите, как я веду. От пальцев практически до локтя. И с поворотом это делаю. С поворотом стараясь в конце немножко мышцу трапетилену отвести назад. Вот так вот, это движение назад, оно тоже достаточно приятное. И вам, чем все это хорошо? Вам не понадобится ходить к массажисту, платить деньги, искать где-то специалиста. Вы можете это достаточно легко научиться делать сами, дома, для своих любимых, жен, мужей, сестер, любовников. Следующий прием. Я захватываю широкие мышцы, какие я могу нащупать, да? Ладонью. Вот так вот захватываю и как будто бы встряхиваю. Вплоть до самой шеи. Это, естественно, надо делать симметрично, с двух сторон. Захватываю опять же и развожу стороны. Так вот, расширяю плечи. Не знаю. Светлана, какая-то приятная. Отлично вообще. Да, я тут прибалдела. обычно это нравится когда это кому-то делал и некоторые приятно постановлю ты тоже не стесняйся говори о хорошо да еще еще дастишь фантастишь вот можно более локально растягивать мышцы дорог вы взяли с двух сторон да и вот как бы так вот относительно друг друга видно дорогную камеру растянули повторяйте повторяйте за нами дорогие друзья не сидите просто так не смотрите видео не смотрите мы не просто смотрите за еще и делайте действуйте я настоятельно рекомендую действовать мне кажется надо людям объяснить что если делать массаж шеи можно больше денег зарабатывать ну изначально я говорил что в домашних условиях можете сэкономить до чтобы делать друг другую не давать заработать с массажистом но если вы хотите стать массажистом на этом тоже можно неплохо заработать я немножко не об этом я каждый раз зажатой группы мышц они соответствуют каким-то эмоциям которые мы зажимаемся если избавиться от них то энергии станет больше автоматически косвенно можно больше заработать да да это тоже правильно да спасибо совершенно за ты это заметила это действительно вот отдельно такая история про которую честно говоря редко кто говорит или догадывается но наша мышечная структура она оказывается напрямую взаимосвязана с нашим психоэмоциональным фоном и это оказывает влияние вот мне многие клиенты ей богу рассказывают как у них произошли изменения в жизни на работе кому-то дали повышение именно после массаж да 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 потому что вот есть так называемая психосоматическая зависимость она непосредственно отражается у нас на плечевом поясе причем воротниковым от этом поясе да и вот между лопатками некоторые называют я говорю это насказательно рюкзак кармы то есть как будто бы вот сюда вы повесили лямки этого рюкзачка да и носите вот такую сумочку с кирпичами этих проблем с собой по жизни да а конкретно у нас области отвечают вот эти вот области отвечают за мнительность человека то есть он слишком досконально в каких-то вопросах относится критически к самому себе он может зависеть от чужого мнения это все тут накапливается здесь у нас накапливаются страхи именно в плечах людей которые я не имею ввиду что примут реально что боится да а вот подсознательно что-то такое есть тревога какая-то он начинает непроизвольно поднимать плечи вот вот мы сейчас тебе плечи отпустим и кстати дело упражнения старайтесь еще разводить плечи вашего подопечного у нас хорошая осанка это залог успешного человека даже по осанке может предугадать да насколько человек в жизни успешным вот эти области извинемся вот между лопатками да они отвечают за ярость за вашу некоторую злость то есть вы на кого-то зайдите или даже если не злитесь открыто да то в себе глушите вот это вот злость там ну неважно кого на себя на начальника там подчиненного на кого угодно на страну на путина налоги и так далее да вот вам все накапливается здесь здесь у нас накапливаются наши стрессы в виде нерешенных проблем в виде каких-то как это назвать здесь злость а здесь как бы вот недоделанные дела так скажем что-то недозавершенное накапливается она вас тянет назад почему говорят откиньте прошлое да вот выкинь вещи старые из дома и тебе придет возможность чтобы появились и вакантное место для новых вещей это действует как во внешне среди вокруг вас во внешнем так скажем пространстве да так и во внутреннем пространстве человека опять же психосоматическая зависимость оказывается на плечах на спине между лопаток ну я думаю ты ответил и вы это нам тоже выяснили вот давай покажем поближе чуть насколько появилась краснота видна там на камеру нет видите достаточно разогрелась да как у тебя сейчас вот вот эти мышцы еще хочу еще сделаем еще приемом растягивающие то есть мы размяли до мышцы достаточно стали теплые хотя это даже методом пальцев можно пальпаться ищет ну просто ощущение ощутить да вот тут кожа на один градус холоднее чем здесь тут прямо реально тепло а то и два градуса может быть небось у тебя не повышение температуры произошло это просто местное разогревание тут тоже эти проблемка поэтому посильнее в этих местах не больно хорошо довольно но приятно вот еще вам покажу небольшой такой приемчик когда вы можете пальцем либо локтем надавливать вот вдоль этой мышцы да как минимум тут есть вертикально сверху вниз есть как минимум три точки и крепится мышца и посередине проминаем их достаточно глубоко это как раз бывает болезненно но зато потом будет легче терпимо там где больнее естественно там изначально была причина причина у нас чуть больше напряжения мышечные чтобы перейти к оттягиванию все-таки рекомендую сделать еще один прием это вот такие методы перкуссии постукивания чуть-чуть наклоняем голову вниз и у нас открывается пространство для пальчикового дождика ну как бы как будто по рояле да у нас пальчики играют по клавишам мы добавляем все пальчики или можно по одному и вот так вот постукиваем пальчиковый дождик похож у меня то состояние когда так хорошо что не хочется разговаривать она просилась в системке очень приятно голову чуть-чуть размять особенно снизу вверх вот эти вот затылочные части за ушами легкой вибрацией а всем ли можно вообще делать шейный массаж и насколько интенсивно можно делать то есть если например человек пожилой ну сложный вопрос насколько интенсивно вы наверное не можете сами ориентироваться больно не больно человеку просто разговаривая с ним так чтобы было откровенные какие-то противопоказания против такого легкого массажа я честно даже не знаю ну если конечно там нету язвенную болезнь до стригущего лишая экземы в принципе с цариазом можно делать головную боль устраняется тоже еще ускоряется лимфы понимаете мы же делаем дополнительно лимфатическую систему веносную активизируем по поводу сейчас подожди давай доделаем еще методы постойками другие можно какие применять да делайте кулачки но не сильно сжимаете да так как бы полегче у вас должны быть вот такие качательные движения легкие хлестки такие видим кулачками вот так вот развиваете развиваете блоки следующий прием это такая трещерка пальцы посвящая друг от друга опять тут важно чтобы кисть ходила достаточно плавно получалось видеть такое хлестка движения получается быстрее интереснее все прошли следующий прием это постукивание ладоням но можно просто ладони быть открыты да но я рекомендую все-таки ладони делать такую вакуумную подушечку полностью формирую и ответить закрывает так чтобы воздух сюда не проходил участники разные движения в принципе не надо так размере и теперь гармонизация молодости особенно очень приятно для девушек когда мы лимфу нашу запускаем в правильном направлении одном случае от головы она идет вниз она за ушами вот так стекает по скулам стекает по через лимфоузлы из-под подбородка по вот этим мышцам стекают туда в подключичную зону да и мы как бы этот процесс ускоряем берем сильно или слабого доброт висков отводим назад желательно с вибрацией с такой ключица мы и помогаем проталкиваться непосредственно за ушами перед ушами очень приятно кстати если бы вы размяли уши еще дополнительно это тоже в принципе приятными упражнения одна девушка пришла мне на массаж спины это за мне там спину там посильнее пожалуйста я размяла потом уши что массируется она как вскочила со стола а уши не трогай а потом представляешь нас сейчас приходит я все-таки там домассировал уши до приходит более я не знала так классно оказывается массаж ушей давай мне теперь всегда со спиной делай еще массаж ушей но делается достаточно просто можно пройтись по всей раками да по нажимать вот эти точки тут тоже очень много к пункту точек практически не связано с нашим позвоночником я про это часто рассказывал в наших видео так что смотрите на нашем канале подписывайтесь на наш канал вот здесь внизу вы видите кнопку подписаться и там будут дополнительные уроки как нам массировать уши какие точки за что они отвечают да сегодня вас просто нету такой цели вдаваться в подробности сегодня мы конкретно делаем массаж для наших любимых девушек отдыхаешь и далее смотрите зажимаем ухо между пальцами между любыми здесь здесь как удобно можно между мизинцем чтобы чуть-чуть наладим голову вперед чуть-чуть чтобы создать вот такое трение сережки не задеваю не бойся выше делаю вот уши покраснели отлично но при этом и дальше мы проводим опять же вот смотрите от лица лицо все не будут только пока щечки да по щекам вниз по подбородку до разменяем такими движениями как кошечка кого-то гладит потихонечку потихонечку вот так вот сюда 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 на сверху вниз немножко пробировав подключить на вот эти вот зоны таким образом ускоряя лимфоотток от лица головы да мы занимаемся омолаживаем лица сделать достаточно регулярно и ежедневно то приходит молодость поднимается скулы лимфа такой повышает ли прилива дренажа у нас получается еще дополнительно эффект лифтинга лицо долго-долго-долго будет оставаться молодым сбросили сбросили вместе с отрицательной энергетикой расслабились в принципе мы хотим еще растягивать не может закончить но можно и продолжить если вы хотите просягивать тоже будет очень полезно она не подсказывает вложение такая подскачется все знает смотрите голову чуть-чуть наклоняем да и у нас растягиваются вот эти вот мышцы покажем чтобы было видно вот видите от черепа и прям практически до ключицы до края растягивается просто с небольшим усилием я давлю в противоположной стороны видите тут кладу голову на череп на мягко а тут у плечо что причем не понимать и чуть-чуть тяну получается мы растягиваем это все вот в этой плоскости в плоскости тела человека до туда больше наклоняется до больше зажатом все это было больше нажата помнишь вот следующий вид растягивание это когда мы наклоняем голову вперед да и помогаем ей немножко своими руками а именно мы закрепляем предплечье так чтобы ее плечи тянулись назад мы будем назад тем и до упираясь к нам в грудь возлагая свои руки на ее череп до тянем вперед вот так мягко и резких движения не делаете просто легонечко можно даже голову повернуть вертикально и приподнятия снизу то есть мы делаем из рук вот такую чашечку где наши перепон когда пальцев лежит череп челюсть это слегка вверх не понимает называется прием тракция следующий приемчик у нас это растягивание по спирали мы опять же упираемся локтем в плечо человека да смотрите сами у кого-то бывают шеи длинная короткая да ваше предплечье это вот эту часть да тоже кого-то длиннее короче там то есть вы сами просто подравниваете насколько вам гуку опустить так чтобы вы смогли захватить человека за нижнюю часть черепа вот здесь да вот у меня вот так получается я не просто поворачивать себе как в предыдущем приеме вот в этой оси да а я по спирали кручу вот туда голову как будто вот этот макушке идет такая антенна да я смотрю за осью это антенны или вот по спирали вот так заворачиваю вперед и вниз мягенько мягенько а второй рукой вы можете большим пальцем предположим сторону просто надавливать возле позвоночника и проминать так вот снизу вверх или сверху вниз дополнительно разворачиваем голову также вот в сторону по спирали и делаем то же самое противоположную скорую и вторую руку если хотите можно промять все еще раз тряхнули весь негатив энергию все урок не будем делать слишком длинным а то вы устанете смотреть станете повторять достаточно ты хотя бы скажу спасибо получился шагаре на полегче чувствует сразу такое послабление вот а ввиду того что у нас сегодня 21 век да все сидят либо за рулем либо за компьютером либо там и не знаю что то еще там строчат с бумагами да у всех идут вот эти вот напряжения в этом отделе особенно у девушек они еще дополнительно сумку носят на локотке да и получается вот они чуть невольно так и поднимают плечо да вот поэтому напряжение идет постоянно здесь такими простыми методами вы можете помочь своим подопечным друзьям родственникам жене ассистенту ночью кому угодно да и еще скажу что в принципе массаж достаточно достаточно приятен для девушек да и я часто его такой использую для знакомства с девушками приходится на пляж да ну знаете как это все вот отдавайте разомну ой соли это соли это сколько и вот так мягко начинает действовать вы располагаете человека к себе и как много начиналось двух отношений всего лишь такого массажа для своих любимых поэтому наш видеоролик называется массаж для наших любимых не прощаюсь с вами в следующих видео уроках я покажу еще кое-что интересное еще много новых приемов у меня из запасе даже не знаю не считанное количество более 200 300 даже никак не могу посчитать сколько их вообще этих приемов да поэтому не теряйтесь подписывайтесь на наш канал ставьте лайки вот здесь обязательно внизу это вот такой значок чик давай тоже покажи как надо делать хоть два хоть три лайка и мы увидимся в следующих видеороликах до новых встреч